добрый день уважаемые друзья зрители подписчики мы подготовили еще одну интересную тему она называется мелиса против молли все знают что такое мелиса какое-то растение полезно поэтому желательно иметь я уже говорил во многих видео семена эти есть магазине можно приобрести посадить вырастить пока зима заказать и вас будет хороший так сказать успех в вашем человече это журнал пчеловодство 1963 года номер три старинный журнал пчеловодство бывшего советского союза если кто хочет просмотреть можно найти на форуме скачать эти журналы про прочитывать если есть желание читать потому что сейчас важно услышать главную информацию и так мелиса против молли или опыт борьбы с восковой молью летом 1962 года мы проводили опыты с целью найти способы борьбы с восковой молью плотно закрывающийся тесовый ящик ставили рамки сотами поврежденными восковой молью моль там уже произвела свою работу яички червячки там подобно затем их обрызгивали отдельно настоем сена трав и мелисы то есть разного сена трав разных и мелисой пробовали отдельно настой готовили так 100 граммов сена травы или мелисы выдерживали сутки в литре воды всем понятно 100 граммов мелисы это завесили в литр воды положили на сутки и что дальше происходило а затем процеживали через ну батист тут написано ну понятно чтоб процедить чтоб не было там но мелких этих самых листочков настое сена травы и мелисы под микроскопом просматривались разные микроорганизмы соты обработаны таким настоем помещали в ящик и закрывали и в течение 10 дней через день проверяли развитие личинок моли то есть проверка проводилась 10 дней и через день проверяли проверяли как развивается моль во время опыта температура держалась около 20 градусов тепла ну такая температура при которой развивается хорошо моль в результате оказалось что в сотах опрыснутых настоем сена и трав развитие личинок и куколок восковой моли продолжалось а в сотах обработанным настоем мелисы личинки и кукол на четвертый день погибли мы проделали также опыт с сухим материалом на доне ящиков и поверх сотов пораженных молю клали по 50 граммов сена разных трав и мелисы чтобы испытать действие летучих фракций то есть запаха оказалось что сено и травы развития личинок куколок моли не прерывали а от мелисы они гибли на третьи сутки итак друзья самая хороший метод предлагается вам если вы будете выращивать мелису сушить и ложить ее для сохранения восковые ващины сотов в ящике и это будет как говорится работать для вас на третьи сутки гибло все как говорится мы считаем что этот способ борьбы с восковой молю заслуживает внимание он хорош прежде всего тем что пчелы охотно переходят на соты с запахом мелисы то есть пчелам этот нравится запах он не вред не вреден для пчел другие способы например окуривание сотов серой сложнее требует повторения а пчелы потом принимают их весьма неохотно действующим началом мелисе очевидно является фитоцид который и убивает вредителя для предохранения сотов от поражения мелису мы кладем в ящик под соты и сверху обратили внимание то есть вот под эти самые подсоты на дно положили сверху накрыли и так стопочкой поставили на каждый корпус как говорится если это вас на корпус на а если это у вас где-то в лежаку сохраняется котором нет пчел тоже можно ложить ну и вообще-то мелиса она не вредит как говорится если у вас сетчатое дно под сетчатое дно мелису положили и она и дает испарение и дает возможность и не будет проблем и так друзья вот это интересный момент я нашел для вас и для себя и еще есть интересная информация все пчеловоды когда держат на корпусные или даже другие улья видят что пчелы потом пытается сорвать корпуса приклеили его и то есть важная информация здесь один пчеловод подметил насколько она проверена не знаю но можно проверить это не проблема называется эта статья важная деталь на своей любительской пасеке я несколько лет заезжу пчел много корпусных улях я давно заметил что пространство между корпусами пчелы застраивали восковыми перемычками при снятии верхнего корпуса рамки нижнего тоже вытаскивались или сдвигались от чего пчелы приходили в ярость поэтому гнезда приходилось расширять или сокращать не целыми корпусами а отдельными рамками в итоге преимущество много корпусных ульев сводилось на нет после того как я стал применять рамки гофмана это с разделительными они уже не сдвигались рамки но застройка подрамочного пространства пространство продолжалось оказалось что сотовые перемычки пчел устроили не под каждой рамкой а лишь под теми у которых вместо плана к сечением 8 на 25 миллиметров были квадратные бруски 10 на 10 миллиметров чтобы лучше разобраться почему пчелы строят соты именно в этих местах посмотрите на рисунок на рисунке слева изображен разрез сотов с раз застроенными пространством между нижним и верхним брусками иная картина получается когда вместо брусков к рамкам прибиты планки сечением 8 на 25 миллиметров в этом случае соты отстраиваться заподлицо с нижними планками а подрамочное пространство не застраиваться при переходе на содержание пчел многокорпусных ульях эту важную деталь следует иметь в виду сейчас я вам покажу и немножко поясню как это выглядит обратите внимание это вот рамочка стоит это верхний брусок а это нижняя планка 2 рамочки вверх видите брусочек 10 на 10 обычно пчеловоды сами когда строят рамки они в них маленькие брусочки ставят нестандартные а надо 25 миллиметров что было а здесь вот смотрите нижняя рамочка стоит а это стандартно низ на 25 миллиметров планочка вот здесь не застраивается а здесь застраивается когда они стандартные рамки пчеловоды строят поэтому надо иметь эту фокус интересно если вы ставите стандартные то ставьте и вас будет отделяться свободно этот корпус 2 это вот рамочка второго корпуса вверх идет это нижняя планочка рамочки а это рамочка первого корпуса это верхняя планочка вот сейчас поясню еще итак друзья вот пожалуйста возьмем рутов скую рамочку вот это 25 миллиметров толщина это рамочка меньше это приблизительно 25 миллиметров посмотрите как а насколько она меньше она тут меньше на ну порядком меньше ширина вот этой рамочки в книзу приблизительно равна 25 миллиметрам поэтому если вас нижняя планочка будет как это это разделители которые стандартно идут а нижняя плана вот это ширина 200 на 230 обычно стандарт выпускают у нас меньше чуть-чуть чуть чуть меньше но он советует если вы сами делаете сплошную делать сплошную по ширине вот этой рамочки тогда свободно отделяется и не разрывается ну я не знаю как это будет работать но вот такую информацию он послал можно проверить и возможно что это хорошо работает и вам легче будет работать с пчелами естественно пчелы кусать меньше будут разрыва гнезда не будет легко будет сниматься второй корпус и так друзья еще хочу вам дать небольшую информацию пару вопросиков зачитаю первый вопрос такого порядка известно что матка спаривается во время одного полета с несколькими трутнями после спаривания в ее половых путях остается часть полового органа трутня шлейф я трижды видел молодую матку с возвращающейся вули со шлейфом как же может произойти спаривание со вторым и последующими труднями разве шлейф предыдущего трудня не будет препятствовать этому вопрос был такой ответ вв тряска впервые установивший 1956 году неоднократное спаривание матки во время одного вылета считает что каждый последующий трутень освобождает матку от шлейфа предшествовавшего трудня доказательства этому послужили найденные ею трудни спарившиеся с матками то есть он проводил матку с опытом и и видел как и другие трудни прилетали на спаривание к основанию полового органа у них были приклеен шлейф который принадлежал трудню предшественнику ранее спарившемуся с той же маткой польский исследователь войке в результате своих работ пришел к выводу что при спаривании матки с первыми труднями половой орган трудня в половых путях матки не задерживается происходит только выбрызгивание семени в момент выворачивания органа трудня ручки органа трудня при этом остаются снаружи когда же матка спаривается с последним трудням ручки входят в ее половые пути одновременно происходит сокращение мускулов камеры жала в результате чего часть органа трудня отрывается и закупоривает выход из этих путей матки через несколько часов после возвращения матка освобождается шлейфа подробнее об этом вы можете прочесть в номере 1 и в номере 8 в журналах пчеловодства за 1956 год и номер 4 и номер 12 за 1957 год еще один вопрос как определить если по носу пчел да обычно во время зимы часто бывает понос что делать для сохранения пчел в таких случаях случился понос пчеловод смотрит рамки запоношенные а что делать ходит кругами не знает обычно это во время зимы во второй половине зачастую вот как сейчас зимы начинается это действие ответ при появлении поноса пчелы беспокоятся шумят выскакивают из улья на пол где погибают часто на стенке улья вблизи верхнего летка можно заметить капли поноса у только что погибших пчел раздутые брюшка а при разрыве брюшка можно обнаружить большое количество жидких экскрементов при обнаружении поноса надо выяснить его причину и устранить ее чаще всего понос наступать вследствие питания пчел недоброкачественным в скобках падевым медом в этом случае надо дать челам теплоса теплый сахарный сироп лучше в банке кормушки чтобы они питались сахаром а не медом температуру в зимовнике следует снизить до 0 минус 2 градуса тепла так как при пониженной температуре состояние пчел облегчается помогает также паение пчел речной или водой дождевой водой не содержащей соли при первой же возможности надо организовать сверх ранний облет вот такая вот небольшая информация для вас ну и еще за медонос напомню друзья очень интересная информация прошлое видео я говорил за медонос ива и говорю что там очень много встречается и здесь немножко напомню какие сорта и вы встречается и насколько она полезна и где ее можно рассаживать очень популярна у нас белая ива или ветла вот я сейчас покажу как она выглядит подмосковье здесь небольшая фотография есть вот это вот ветла она как бы кустом растет он поэтому название такое как ветла вот смотрите видите вот это вот ветла вот она очень популярна под как подмосковье растет сверху она цветет это дерево высотой до 30 метров растет по берегам рек прудов а рыка встречается по всему союзу кроме восточной сибири приморья и листья ее ланцетные в раннем возрасте сей бресты блеском от покрывающих и шелковистых волосков кора ствола пепельно-серая с глубокими трещинами на молодых ветках бура красная зимою и зеленоватое весною ветла цветет в апреле май и дает главным образом пыльцу вот смотрите не все не все ивы дают мед и пыльцу поэтому вы будьте внимательны когда что-то хотите посадить то знайте вам желательно посадить такую если это в дикорастущем виде где-то растет то это для вас нет проблем пересаживать не будете но если вы где-то сажаете рядом с собою возле своей пасеки то желательно посадить ту которая тут есть и вы которые дают и и пыльцу и мед поэтому очень важно сажать такие ивы практически интерес представляет также его ломкая дерево до 20 метров высоты произрастающих преимущественно в европейской части ссср по берегам рек и на сырых незаболоченных местах дает гибрид и светлой цветет в апреле-май дает нектар и пыльцу вот ломкая его такая вот дает нектар и пыльцу берите во внимание есть еще такая его его пятимужня или 5 тычин кого я дерево до 12 метров высотой или кустарник до 2 7 метров листья кожистые блестящие как бы лакированные яйцевидно эллиптически длиной до 12 сантиметров тычинок 5 иногда бывает 12 и до 24 нектарников 2 у ивы козье и ушастого и чернолоза один нектарник а в этой два нектарника то есть как бы в одном в одной сережке два нектарника этот вид растет повсеместно кроме заполярье крыма южных горестых окраин средней азии то есть там другие и вырастут а этот растет именно вот на средней полосе россии цветет мая выбрасывает сережки длиной до 50 миллиметров лучше удается на проницаемых почвах вот сейчас я покажу как как и как это тычинки выглядят если вам видно вот это вот пять штук вот это вот в этом пять штук это тычинок торчит вверх это вот три три четыре это вот еще вот поменьше торчит это еще и еще вот здесь две вот торчит тычинки сверху это вот на сережках как говорится поэтому существует еще трех мужня или трехтычиночная или двухтычиночная то есть это разновидность и ив и они тоже самое весьма хорошие и хорошо дают так сказать мед и пыльцу ну еще такая вот прочитаю его астролистная красная шелюга дерево или кустарник высотой 4 до 6 метров и более ветви бура красной весьма тонкие гибкие листья простые линии линейно-ланцентная голоса обеих сторон одна из самых распространенных и в европейской части ссср кроме арктики крыма и закавказья в сибири и средней азии существует произрастает в речных долинах на приречных песках образуя большие заросли морозоустойка и засуха один из самых ранних медоносов март-апрель ну я не буду заострять ваше внимание на далее внимание тут очень много написано и так кому понравилось и кто ищет эту информацию имейте ввиду его имеет много разновидностей и пожалуйста поищите в википедии или еще в других местах вот поспрашивайте вашей местности если возле у вашей пасеки нету посадите это ранний медонос и ранний пыльциноз и чтобы он вам давал благополучное развитие вашей пасеки удачи до встречи подписывайтесь ставьте лайки не забывайте ставить комментарии ваше спасибо всегда радует меня до свидания субтитры drizzle и Продолжение следует...